короче зафигачил системничек у такой так вот здесь в меню загрузки с какого устройства есть вот такой пункт вот пробуд system assessment я думаю что же это такое а это оказывается это это встроенный механизм тестов железо прямо на уровне bios что-то встроенная сейчас туда заходим и пошло-поехало тестики всякие железо тестит удобная штука не надо ни флешек ничего он сразу хоп вот быстрый тест память делает там получается плата фирменная стоит деловская и внею такой механизм встроенный сейчас вот собрал так предварительно плату эту 6 гиг оперативки на dr3 корой 7 8 поточный видюхо gt 330 кажется на 2 гига вот ss duke sata на сто двадцать восемь гига сейчас будем тестить но корпус от hp компак короче фирменного еще получается вот такой тест памяти делает вот когда он этот тест пройдет как бы краткий он еще предложит а не хотите ли более длинный тест сделать можно его скипнуть а можно согласиться он как бы более глубокий в это там по всяким алгоритмам делает тест памяти вот и такого еще не встречал вот этот увидел думаю что это за штука такая хоп а тут тестики удобно калу тестируется можно тут кратенько так но блок питания тут был с корпуса вот этот light он там блок питания тоже фирменный ноут развешу плата получается без этой заглушки не нашлось у меня но не важно так вот пока без боковушки сбоку этом это причешу все эти провода конечно все это будет нормально вот там корой 7 там под вертушкой вот а это получается кверх ногами встала это вот видеокарта она интересно получилось я сейчас только обратил внимание что кверх ногами она стоит ну ладно пыль будет наверно сверху ложится с этой стороны с морды что у нас тут получается кардридер тут встроенный вот он привод кстати сейчас тест привода 1 но работает так вроде как на открытие пока так как закрыть кнопочка где закрыть прошу просто толкать ладно только не что ты не нажмешь когда открыто только так вот что тут кардридер в общем фирменная мордах а тут когда-то жил двухъядерный атлон на виндо 7 работала ну сейчас естественно другое вот такой вот корпусе он ишь так вот так тем временем тест прошел вот я сейчас его на более длительный запущу вот ну а на этом видео завершу все тут так понятно жмем yes и пошло оно дальше тестить память обычно если ошибки есть они на первом этапе вот он кратком вылазит а тут уже он пошло оно по всяким каким-то там алгоритмом очень интересная штука такая тестировать смотрю далее